друзья мои доброе утро сегодня я решила заснять еще одно видео то мне прямо пишут мои подписчики зрители причем находят меня в разных соцсетях и пишут что давно не было от меня видео они соскучились и уже до дыры досмотрели опять мои старые видео и я все-таки если у меня будет время сейчас сниму несколько видео которые пока меня не будет пока я буду в отъезде вы сможете посмотреть честно говоря я не всегда знаю о чем снимать сад у меня один и тот же растение одни и те же но изредка у меня какие-то новые растения появляются в саду поэтому я не всегда понимаю о чем нужно снимать пересадки я не очень люблю снимать почему потому что ну во первых на это тратится масса времени и без съемки я бы пересадила тут 10 растения со съемкой и пересаживаю только одно растение поэтому я конечно очень трепетно отношусь к своему времени и поэтому ну вот с пересадками не знаю может быть когда-нибудь когда-нибудь я соберусь сегодня у меня видео посвященное ответом на вопросы на ваши потому что некоторые комментарии я отвечаю сразу но в некоторых случаях я считаю что лучше рассказать на видео почему потому что возможно это будет интересно не только тому человеку который задал этот вопрос но и другим зрителям поэтому сегодня у нас будут ответы на вопросы но прежде чем отвечать на вопросы я хочу еще раз поднять один вопрос о том про мое последнее видео где в общем то были негативные комментарии достаточно некорректные как я считаю все таки друзья давайте все таки быть корректными и быть более толерантными где я нарушила золотое правило которое говорит о том что нельзя обсуждать политику религию и вкусы эта тема всегда будет вызывать какой-то спор негатив конфликты нельзя касаться этих тем но простите видимо наболела еще и праздник был такой ну что я хочу сказать в ответ вот на те комментарии которые поступили ко мне что в советском союзе там такого не было о чем вы говорите ну во первых именно конкретно тот комментарий девушка просто не поняла меня о чем я говорю то есть у меня был другой смысл хочу еще раз сказать я уже неоднократно в своих видео говорила друзья мои во первых у каждого своя реальность и каждую эту реальность воспринимает по-своему любое событие в вашей жизни любая прочитанная книга любая поступившая к вам информация она пропускается через призму вашего интеллекта образования жизненного опыта поэтому у всех у нас разное восприятие восприятие этой действительности и считать что ваша действительность это и есть самая настоящая вот действительность а у кого-то она ну не соответствует вашим представлениям но было бы наверное не совсем разумно когда-то в каком-то в комментарии мы обсуждали не на моем канале просто где-то мы обсуждали советский союз кто и как жил и я рассказала как жили мы в эпоху советского союза особенно вот в моем сознательном возрасте когда я уже была наверное лет 7 8 и и до окончания школы у нас была талонная система и на семью из трех человек мы получали один килограмм колбасы одну курицу и один килограмм свинины половина из которой было жир но который мы конечно перерабатывали делали из этого смолец или сало но тем не менее вот так вот мы жили вот в такой реальности и когда там посыпались тоже гневные такие тогда что вы придумываете да не было такого никогда ребят я жила в мурманской области я не знаю во всех городах мурманской области было это так или нет но у нас это было так и мой папа например получал как язвенник пол-литра молока в день талончик тоже только по талончику можно было купить молоко ни о каком твороге и я не знаю там кефирах и так далее мы даже понятия не имели то есть за ними нужно выстраивать было выстаивать очереди многочасовые поэтому вот моя реальность была такова когда я приехала знакомиться с родителями мужа то я увидела вообще другую реальность то есть у родителей моего мужа суп варился борщ варился из половины утки половины курицы и килограмма свинины то есть вот такой вот бульон наваристый был потом они это все доставали это мясо ели вот вместе с борщом то есть я такого количества мяса не видела никогда но у них были свои куры свои утки и до утки и так далее там подобное плюс гектар земли на котором они выращивали все что только могли а я впервые увидела баклажаны когда приехали к ним кабачки и баклажаны я очень многие фрукты я не знал что такое шелковица я не знал что такое черешня я знала вишня малина это то что у бабушки моей было средней полосе поэтому у моего мужа была одна реальность с творогом с домашним с кисликом с молоком с домашним маслом у меня была другая реальность но это не значит что моя реальность была хуже их то есть когда человек живет в таких условиях он привыкает к ней я была абсолютно счастлива единственное когда я выросла я у мамы спросила мамуль а как же ты вот как хозяйка семьи как же ты нас кормила я чего-то не помню чтобы мы голодали но в то же время я не понимаю как можно было с одной курицы жить целый месяц но она сказала что нас выручала рыба что рыбы у нас было достаточно и поэтому мы жили на рыбе ну в общем то еще раз приношу свои извинения всем выходцам из советского союза кого я оскорбила давайте будем более толерантными и более корректными высказываниях потому что ну я не потерплю на своем канале каких-то нелицеприятных выражений не только в мою сторону но особенно в сторону моих зрителей поэтому давайте жить дружно ну и сегодня у нас речь пойдет конечно о цветах и растениях как мне кто-то сказал если вы говорите о цветах то и говорить уже о цветах извините на своем канале я буду говорить о том о чем я хочу а кому не нравится тут или может пройти на соседний канал соседнюю чеку и там будут говорить о том может быть о том о чем вам нравится я хозяйка этого дома этого сада этого канала и поэтому простите некорректно указывать хозяину канала а то о чем нам нужно говорить поехали друзья итак первый вопрос на который я хотел бы ответить меня спрашивали когда я поливаю растения как я их поливаю и не приходится ли мне составлять впереди стоящие растения для того чтобы полить стоящие за ними нет друзья мои я уже неоднократно рассказывала как у меня устроено здесь все в саду значит у меня сделан вот такой подиум ступенчатый видите вот ступенчатый то есть мы когда купили квартиру я сразу знала что здесь будут расти мое растение я сразу попросила сделать подиум но мои строители почему-то все-таки они не поняли что это такое для чего это нужно я просила их сделать три ступени они мне сделали 2 и мне пришлось все-таки немножечко вот видите там такую делать доморощенную ступеньку кто-то выбросил вот такую досочку я поставила ее на горшке и у меня получилось еще одна высокая ступенька поэтому растение у меня стоят от первого растения до последнего где-то примерно 50 60 сантиметров и я могу дотянуться до любого горшка даже рукой не говоря уже о том что лейкой полить вот смотрите я протягиваю руку и вот он горшок и я проливаю и я всегда проверяю каждое растение ребят вот я сколько развожу цветы но я никогда не поливаю растение на обум все сразу все с копом да у меня есть группы растений которые например вот я сегодня буду поливать большую часть растений но есть такие растения которые я сегодня поливать не буду поэтому очень сложно ухаживать за моим садом например моему мужу в момент моего отъезда который ну понятия не имеет какие растения там больше пьет воду которые меньше которые хотят просто любят про сушку а которые не любят для него это просто знаете высшая математика какая-то я не знаю поэтому он конечно очень нервничает и очень наверное переживает чтобы не погубить мои растения но тут уже что есть то есть поэтому нет я достаю мне ничего не приходится вот я подошла и я уже вот видите практически вблизи около самого дальнего растения единственное растение до которого я не могу дотянуться это вот этот фикус каучку носный но я вижу грунт издалека вижу грунт и я оцениваю по цвету и состоянию грунта готов он к поливу или нет растение еще раз хочу сказать про полив растений потому что неоднократно меня спрашивают там сколько раз в день в неделю вы поливаете свои растения все растения я поливаю по-разному и примерно через день у меня идет полив но полив идет выборочно не всех растений потому что вот бегонии например летом они просыхают у меня быстрее потому что горшки у них небольшие корневая система у них развита и поэтому их нужно поливать почаще но опять же нужно всегда оценивать грунт на предмет просушки но какие-то растения дольше просыхают и поэтому их не нужно поливать вот сегодня буду часть растений поливать а часть растения не буду поливать сколько уходит на полив ну если знаете полив осуществлять с удовольствием с удовольствием я иногда хожу ну вот я поливаю я смотрю где-то какой-то листик сухой появился до его надо мне снять что-то я пощупаю растения обсмотрю на предмет на предмет вредителей там что-то мне нравится не нравится то есть уходит где-то примерно два с половиной часа но если мне нужно полить растение быстро то я могу справиться и за полчаса то есть вот бывает такое что мне некогда и я только-только быстренько быстренько поливаю растение тогда полчаса вы сами понимаете что кроме сада у меня еще и суккуленты у У меня еще есть орхидеи, у меня, в общем-то, по всему дому стоят какие-то растения, поэтому пока весь дом обойдешь, а теперь еще и балкон, поэтому времени, конечно, тратится очень много на полив. Ну, надеюсь, что на этот вопрос я ответила. Также, когда я делаю уборку здесь, я составляю все растения только тогда, когда я делаю генеральную уборку. Для чего? Для того, чтобы мне помыть вот это зеркало, во-первых. Вот, смотрите, я тут в красных пролетарских штанах, брюках, я вас вижу. Значит, для того, чтобы прибраться, тут хорошо. Если мне нужно просто подмести или протереть тряпочкой это все, то есть я немножечко подвигаю один горшочек, там, под ним подтираю. Ну, в общем-то, мне даже кажется, что, ой, я даже удивилась немножко вопросом, которые получаю, как вы убираетесь, как вы это, да, обычно убираюсь. Ну, вот так вот я, каждый, голь на выдумку гораздо, и каждый приноравливается к этому действию, так как ему удобнее и быстрее и комфортнее. И второй вопрос, который меня очень часто задают, чем вы удобряете свои растения, что они у вас вот такие вот здоровенные, красивенные, там, вот как-то так. Знаете, это меня прямо на протяжении последнего, как я веду канал, спрашивают бесконечно. И я уже несколько раз отвечала в своих комментариях, что я вообще такой цветовод, который с удобрениями, ну, во-первых, это деньги, удобрения это деньги, потому что такую коллекцию цветов удобрить, это, конечно, ну, это траты. Поэтому я когда-то покупала осмокоты, осмокотом пользовалась. Ну, а последнее время я как-то приспособилась к двум удобрениям. Сейчас я вам покажу, чем я пользуюсь. Зимой, значит, по поводу зимы тоже тут разные. Разные, когда вы покупаете удобрения, они пишут, что зимой надо там раз, чуть ли не в два месяца их удобрять, а летом нужно там раз в две недели, как-то так. Ребят, ну, всё это надо индивидуально. Но если вы живёте за полярным кругом, или в севернее Москвы, там, где зимой короткий световой день, и плюс у вас нету подсветки для цветов, естественно, у растений начинается режим стагнации. И дополнительное стимулирование роста растений удобрениями приводит к тому, что они начинают вытягиваться, и, в общем-то, они не готовы, они спят. Нету света, нет светового дня, а вы их начинаете поливать даже раз в месяц удобрениями. То есть нужно смотреть. А если вы живёте на юге, как я, и у нас всю зиму солнышко светит, и тепло, и у меня в доме тепло, и у меня светит солнце, и я поливаю растения, и они у меня всё равно продолжают расти. Поэтому, ну, о каком раз, там, в два месяца может идти речь? Конечно, я поливаю их почаще удобрениями. То есть это бывает, ну, раз в неделю я их точно удобряю. Но, опять же, удобряю я их не по инструкции. Если по инструкции написано 5 мл на 10 л воды, или там на полтора литра воды, всегда, вы знаете, я всегда, когда покупаю, если покупаю удобрения, я смотрю расход этой. Потому что купишь бутылочку на 200 грамм, а там оказывается, что 5 мл нужно, ну, вернее, на 200 мл, а там оказывается, что нужно 5 мл на полтора литра воды. Вы представляете? А у меня за раз уходит где-то примерно 15-20 лек полуторалитровых воды. То есть мне этой бутылочке чуть ли не на один полив. Поэтому это очень дорого и накладно. И прежде чем покупать удобрения, смотрите, естественно, бывают концентрированные удобрения, в которых, например, 5 мл на 10 л воды, а есть 5 мл на полтора л воды. Ну, разницу чувствуете? Вот. И постепенно я, не постепенно, я уже давно, честно говоря, ну, года 2-3, наверное, точно, я удобряю свои растения вот таким вот биогумусом. Бутылка большая, хорошая. Наливаю я на глазочек буквально, ну, возможно, на полуторалитровую лейку я лью примерно столовую ложечку. Наливаю, ну, примерно. Я всегда на глаз, я ничего не вымеряю, на глаз наливаю. Растениям моим хорошо, то есть я вижу, что растениям моим хорошо с этим биогумусом. Значит, что биогумус? Он написан, биогумус плюс аминохилаты микроэлементов. То есть, если тут почитать, тут получается, что, значит, и расход... Так, 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 сейчас. И написано, что тут он содержит витамины С, кучу витаминов В, там все какие-то В12, В33. Я сейчас немножечко стала плохо видеть. Мелким белким почерком написано. Полисахариды, гидроксикарбоновые кислоты, азот, оксид фосфора, оксид калия, оксид магния, кобальт, железо, марганец, цинк. Ну, в общем-то, вот такие вот, вот такие вот куча микроэлементов. Я считаю, что для моих растений это более чем достаточно, тем более, что большая бутылка и надолго мне хватает. Но, кроме этого, я тоже, наверное, последние года-два использую такое удаврение, называемое монокалийфосфат. Значит, что с этим удобрением? Он содержит калиевую... Основа этого удобрения это калиевая соль 99% и оксид фосфора, и оксид калия здесь есть. Значит, азота я тут вообще не наблюдаю. Очень хорошо это удобрение подходит. На мой взгляд, ребята, это мой... Сейчас, секундочку, акцент делаю. Это мой опыт, мой взгляд. Это мои размышления, мой анализ, наблюдение за растениями. То есть, это у меня. Возможно, сейчас кто-то... Ту информацию, которую я преподношу, кто-то скажет, это вообще не так и не этак. Ребят, ну, расскажите о своем опыте, покажите свои растения, как они у вас растут и как вы удобряете их. Поэтому я готова к любой конструктивной критике, к любым советам. Вообще, вы знаете, что я всегда благодарю за любой совет. Но если он... И критика, которая именно конструктивная. Когда человек не пишет, что вы там бредятину говорите, а говорит, ой, Свет, вы знаете, а я вот делаю вот так. И мне кажется, и потому, потому я делаю вот так. Поэтому очень вас прошу, напишите в своих комментариях, какие удобрения вы используете и почему мне очень важно, и почему так. Вот я использую так, биогумус и монокалифосфат я использую. Монокалифосфат я использую в основном для цветущих растений и для варигатных, слово забыла, варигатных. Потому что избыток азота в удобрениях приводит, конечно, к тому, что растение может уйти в зелень и к повышенному росту растения. То есть мне, во-первых, мне в моем саду не нужно, чтобы растения росли, ну как-то... Они и так у меня хорошо растут. И поливаю я монокалифосфатом, я поливаю также свои суккуленты. Только, конечно, в пониженных дозах, потому что для суккулентов тоже не нужен азот, им не нужен быстрый рост, быстрый и бурный рост. Они вытягиваются на таких удобрениях, и я поливаю монокалифосфатом. Значит, где-то я подсмотрела. Честно говорю, это не моя притомка, я не знала, что это так. Я подсмотрела где-то, но, опять же, не могу сказать, вот если автор вдруг меня обвидит, смотрит, скажите, то ли на ютюбе, то ли я где-то прочитала, что очень хорошо добавлять в монокалифосфат аминокислоты. И, вы знаете, я купила вот такие аминокислоты, но использую это аминокислоты сейчас я только первый сезон. Не знаю, как будет результат. Написано, что защищает от любых стрессов, улучшает декоративное качество цветочных культур и газона. И что, 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 что тут? И содержит 18 л-аминокислот. Значит, что я делаю, друзья? Каким образом я поливаю свои растения удобрения? Вот у меня есть такая бутылочка пустая из-под какого-то удобрения. Я сюда насыпаю столовую ложку вот монокалифосфата и высыпаю сюда же вот такой пакетик аминокислоты. Всё заливаю водичкой, всё хорошо взбалтываю. И потом в каждую леечку я наливаю примерно, ну, примерно столовую ложку вот этой смеси. То есть я наливаю сначала смесь, потом я заливаю водой, всё это хорошо там разбавляется, и поливаю свои растения. Вот так я удобряю. Кроме того, много-много лет я использую янтарную кислоту. Я говорю, что я янтарную кислоту люблю нежно и трепетно. Вообще, конечно, хотелось бы ей посвятить отдельную программу, потому что и для человека, и для растений это вообще уникальное натуральное средство, и я его использую. Особенно хорошо реагируют растения на обрызгивание янтарной кислотой. сразу же у них, знаете, они становятся, вот зелень какая-то появляется. Особенно папоротники хорошо реагируют, мне кажется, на эту янтарную кислоту. Вот сейчас давно я их не поливала янтаркой, не обрызгивала. Вот надо попробовать что-то вот с ним. Возможно, он просто у меня сейчас стоит, пить хочет, потому что он какой-то бледненький. Вот, что ещё я использую? Я ещё использую циркон в своей практике, эпин, цитовид. То есть циркон и цитовид я смешиваю тоже так же в одном флаконе, добавляю, разбавляю водой и обрызгиваю растения на ночь. То есть циркон, насколько я помню, я где-то читала, что он разрушается на свету, поэтому его, конечно, нужно обрызгивать вечером, когда уже света нет, обрызгал на ночь и ушёл спать. Про монокалийфосфат ещё тоже хочу сказать, что его нужно беречь от солнечных лучей, потому что он разрушается, и от, естественно, того, чтобы он намокал. Тоже его свойства утрачиваются. Кроме того, на открытом воздухе его тоже держать нежелательно. Но на самом деле монокалийфосфат мне очень нравится. Он не меняет уровень pH почвы, поэтому может применяться достаточно длительно, не закисляет грунт на участке и не содержит хлора. Его можно использовать как для корневых, так и для внекорневых подкормок. То есть можно обрызгивать, но так как растения, я и вам говорю, что я не люблю обрызгивать растения, мне кажется, что... Ну, я не люблю. Короче, я не буду долго эту тему. Я не люблю брызгать растения, ну, потому что это везде мокрое, это везде грязно получается, и на самих растениях остаются какие-то следы. Обратного осмоса у меня нет. Кто-то мне написал в комментариях, а вот дистиллированная вода, если обрызгивает, то не остаётся следов на растениях. Ребят, но у меня нет обратного осмоса, а дистиллированную воду ещё специально для растений производить или покупать дистиллированную воду, но это уже, мне кажется, какой-то трэш. Поэтому мне хотя бы тут, знаете, их пересадить, подкормить, полить, побрызгать, подлечить, там обработать от каких-то вредителей, а уж с этим осмосом и с этой дистиллированной водой, ну, я не до такой степени фанат, скажем так, чтобы убивать свою жизнь просто на растения. На уход за ними. Потому что и так очень много времени. Я вот вам говорю, что у меня где-то 2,5 часа уходит на полив растений. Поэтому можете себе представить, сколько времени тратится вообще на уход за растениями. Не только в этом саду, а по всему дому у меня же стоят растения. Ну всё, друзья мои. Мне ещё хотелось бы ответить на вопрос. У меня задала одна моя зрительница. На каких блогеров вы смотрите, напишите, пожалуйста. Вот я на этот комментарий смотрю всё время и думаю, надо снять видео. Почему я не хочу написать, ну вот просто ответ на этот комментарий? Потому что, во-первых, я всем своим блогерам, которых я смотрю, я очень благодарна. И мне очень хочется рассказать о них, не только перечислить, кого я смотрю, а ещё рассказать, почему именно их я смотрю и что, чему я у них учусь и как они меня мотивируют, стимулируют на занятия цветоводством. Вот голос у меня уже вообще сел, голосовые связки, потому что записываю уже второй или третий дубль. Но, друзья мои, на этом я заканчиваю. Пишите ваши, во-первых, вопросы. Если вдруг я опять что-то невнятно немножечко высказала, сказала, я поправлю в комментариях. Пишите кому-то что-то, может быть, непонятно было. И пишите свои, свой опыт, чем вы удобряете свои растения и почему вам нравится именно такой способ подкормки ваших растений. Ну а мы все будем с интересом читать, будем пробовать и говорить вам большое спасибо. Ну, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok